Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Весьма консервативная церковь, не переносит развратных, очень хорошо. Знаю, слово знаю стоит здесь, зная дела твои, знаю, чтобы увидеть, испытать любое состояние. Он говорит, я тот, кто испытываю любое состояние церкви, зная дела твои, знаю мотивы твоего служения, знаю мотивы твоего сердца, я знаю, и труд твой, я все знаю, я знаю, что труд ваш четен или не четен, и терпение, что ты не сносишь развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, апостолами считались только 12 апостолов Иисуса Христа, и к ним еще причислялись, по-моему, Варнава и Кифа, если я не ошибаюсь. Как сила? Сила, спасибо. И сила, которые причитались к апостолам. Остальные, спустя 40 лет, самозванцы. Он говорит, я испытал их, что они лжецы. А лжецы, кому принадлежит участь живости? Ваш отец кто? Дьявол. Он есть отец лжи. И мы видим, что даже через это мы видим проникновение своего рода такого иудаизма в Вифетскую церковь. Даже там они пытались проникнуть, чтобы затмить Христа, чтобы не дать откровение церкви, кто такой Христос, а закрыть его. Испытал тех, которые называют себя апостолами, испытал с целью выяснить его качество. То есть, вот о чем занимается Христос. Или то, что он думает, или как они будут себя вести. Вот в чем заключалось испытание Иисуса Христа. И нашел, что они лжецы. Слово нашел, еще один глагол. Найти путем исследования, смотрите, размышления, наблюдения, выявления на практике и на опыте. То есть, практически я обнаружил на практике и опыте, что эти апостолы, самозванцы, которые не являются таковыми, они лжецы.